Причем стоит отметить, что гимназия оказалась первым в городе Кокт-Лоярве учебным заведением, которое обзавелось новым освещением прилегающей территории, сделанным к тому же по технологии лет. Все это проходило этим летом в рамках плановых городских работ. Но в самой гимназии, безусловно, радуясь обновленному освещению, решили на достигнутом не останавливаться, а пойти еще дальше, и осветить само здание гимназии, чтобы оно составляло гармоничный ансамбль вместе с ярко сияющими в ночное время культурным центром и Домом творчества школьников. И занимаясь этим вопросом, мы обратились в войска групп с просьбой найти нам возможные варианты, сделать нам предложение. До сих пор в Кокт-Лоярве такой подсветки не устанавливали. И как это будет выглядеть, в какую стоимость, и как обойдется, и как это будет фактически выглядеть, никто не знал. Но совместным, так скажем, командой такой, с мозговым штурмом, вместе с войска групп, мы все-таки решили рискнуть, решили попробовать, и, по крайней мере, одно из зданий в Кокт-Лоярве подсветить такой необычной подсветкой. И это здорово, как мне кажется, не только для Ярвейской русской гимназии, но и для города в целом, потому что мы хотим, чтобы наш город заиграл, мы хотим, чтобы он был уютным, чтобы он был в чем-то даже, может быть, притягательным для каких-то гостей, чтобы нам было чем гордиться, чтобы нам было что показать гостям нашего города и самим, в общем-то, радоваться. Безусловно, наиболее яркое впечатление эта подсветка сможет оставить с наступлением с самого темного времени года, с полностью опавшей листвой и, по возможности, со снежным покровом. Но уже сейчас можно смело сказать, что блин определенно не вышел комом. Новая подсветка привлекает внимание. Действительно, делай наш город светлее, ярче и гармоничней, причем по достаточно доступной цене. Минимум вложений, максимум отдачи.